Практическая психология А также сомотиполог Это слово мне надо привыкнуть, чтобы произносить Здравствуй, Виктория Здравствуй, Надя Не случайная оговорочка, да Мы сегодня закончим сомотипологией Да, сомо и сомо Итак, несколько слов Как певица, педагог Прошла этот увлекательный путь И в настоящее время в совершенстве владеет сомотипологией О, ну я бы не сказала, что в совершенстве Спасибо большое за комплимент Я вступила на этот путь И сейчас мне очень интересно дополнительное образование По сомотипологии проходить Потому что базовый курс знаний по сомотипологии Я еще раз хочу подчеркнуть От слова soma, от латинского слова Обозначающего тело Отсюда же психосоматика, да Базовый курс дает общие знания И когда я пошла обучаться Я уже понимала, что О, а это же может вот здесь пригодиться с детьми О, а это же может еще вот так в отношениях быть полезным А это еще вот сюда применимо И какое было мое счастье, когда я узнала, что у нас будет дополнительный курс Вот об этом чуть-чуть позднее Но увлечение, собственно говоря, типологией для меня самой было неожиданно Я была ярой противницей долгие-долгие годы всевозможных типологий Хотя это ведь на самом деле базовое, да Вот если ты понимаешь вот эту всю систему, да, вот эту типологию То тебе, мне кажется, ежедневно Сама вселенная дает правильные ответы Ну, это же надо учитывать сомотип Я вообще не привыкла ходить по правилам Делать что-то по правилам И какие-то таблицы, это не мое И всевозможные типологии просто-напросто отторгала душа Теперь я понимаю, почему Почему, да, потому что я такого сомотипа, да? Да Итак, давайте тогда сразу же Мы несколько раз уже это произнесли слово, да Сомотип, что это такое? Каким образом современный человек Может, ну, как бы вообще с этим взаимодействовать, да? С такой наукой, как сомотипология Когда я начала преподавать пение Я выяснила взаимосвязи, очень интересные взаимосвязи Между звучанием голоса, ощущениями и состоянием человека Внутренним и тем, как ведет себя тело То есть, по сути, я познакомилась с психосоматикой И плюс ко всему с психофизиологией С психофизиологией туда же, да Потом, когда начала погружаться в эти взаимосвязи Я поняла, что коучинг – замечательный инструмент, который очень помогает систематизировать работу И когда я внедрила эти инструменты, собственно говоря, мне встретилось вот это Этот научный метод, я бы сказала В чистом виде, как наука, еще не признана Хотя, вообще-то, исследования проводились как минимум 15 лет Ну, у нас еще 100 лет назад и генетика была лженаукой Да, да, да И в настоящее время исследования продолжаются И этим вопросом всерьез занимается центр соматипологии Он существует централизованно Единственный пока на сегодняшний день в Москве И там очень большой штат сотрудников А соматипология, собственно говоря, откуда взялась? Взялась она от учения и от основы гормональной От устройства нейроэндокринной системы И того, как работа психики нашей складывается под воздействием гормонов Да, даже память, вот мы сегодня со студентами в медицинском университете изучали Что даже память влияет, точнее, гормоны влияют на нашу с вами память Совершенно верно Так что гормоны влияют на все практически Да, начиная с эмоций И на эмоции И на форму тела И на форму тела прежде всего Это первое, с чего начинается вообще работа соматиполога Мы анализируем параметры тела Насколько широки или узкие плечи Покаты, непокаты Выражена, не выражена талия Бедра В целом рост человека Вообще имеются ли какие-то вытянутости в теле Или наоборот человек округлый Рост, вес, наличие, отсутствие лишнего веса Склонность, несклонность к этому Там очень-очень много параметров А санка туда же, да Люди определенного соматипа Милатониного сейчас назову это Они, как правило, обладают вот этой вот Сутулостью Сутулостью, которая объясняет их очень сильную восприимчивость Ты понимаешь, да, Надя, о чем это То есть они все время пытаются немножко скрыться, закрыться психологически Чтобы вот эту вот высокую эмпатию свою как-то чуть-чуть нивелировать Это люди, которые очень слабо различают, что такое вот вовне происходит И почему это так сильно у них внутри Отзывается Это люди невероятно восприимчивые и способные влиять на других людей Через вот свою эмпатичность такую облачную, я бы даже сказала Давайте попробуем сейчас все-таки про научную базу и теоретические основы возникновения узнать Что это за метод такой Мы уже примерно представляем, да На что опирается этот метод? Опирается, опять же, на учение о гормонах О том, как каждый гормон, например, гормон адреналин Он влияет определенным образом на психику и на поведение человека Ну вот смотри, получается, что в принципе этот гормон адреналин вырабатывается в каждом человеке Конечно Но почему, да, вот это но, расскажи нам Это очень интересно Но у людей адреналинового типа этот гормон является ведущим И он работает в паре с тестостероном Поэтому люди адреналинового типа обладают особенно взрывным темпераментом Яркой готовностью к действию и пробивным характером И чуть-чуть забегая вперед, скажу, что, например, этим людям Вернее, с этими людьми, да, вот так лучше Очень трудно работать, когда они находятся на руководящей должности У них есть определенная миссия по рождению Мне кажется, что вот, кстати, таких людей очень много на руководящих должностях Я думаю, что ты путаешь с окситоциновыми Попозже о них поговорим Хорошо А адреналиновые – это люди действия Им нужно всех встряхнуть, разбудить, чтобы все вокруг шевелились И это несколько иной способ воздействия, чем у вышеупомянутых окситоциновых людей Интересно А как же мы можем определить? Вот я, например, человек, далекий от самотипологии Я прихожу и говорю Очень бы мне хотелось сейчас узнать, какой у меня самотип И вообще эти знания что мне дадут? С какого вопроса начать? С первого или второго? Какой для тебя легче? Ну, мы постепенно поговорим о том, что эти знания дадут Потому что, на самом деле, спектр вопросов, которые решают самотипологию, он достаточно широк А вот этапы определения самотипа? А вот этапы определения – это очень интересно Потому что сейчас я иногда хожу по улицам и понимаю, что я вижу Потому что есть знания Я вижу ярко определенный тип человека По тому, как он шагает По тому, какие у него телодвижения По тому, какие параметры на лице и в теле я его у него вижу Сейчас проходила через перекресток и видела, как один типично адреналиновый парень Взял свою девушку в охапку и сказал «Да идем, идем уже, идем! Все, уже зеленый свет!» Хотя он еще не загорелся, но должен был загореться с минуты на минуту Вот это нетерпение такое характерное очень для него проявилось Но прежде всего, самотипологи смотрят всегда на строение тела Несмотря на то, что могут быть в поведении очень яркие проявления определенного самотипа Все-таки опираемся мы всегда на параметры тела И они определяются по фото и видео, снятыми в определенном формате Почему так? Поведение наше – это все-таки часть личности И оно складывается с момента рождения, появления на свет Постепенно через взаимодействие с окружающим миром А сомотип – это сущность человека Вот та сердцевина, с которой появляется каждый из нас на свет И она неизменяемая То есть это вы сейчас не про душу? Нет, я не про душу Я про закладку генетическую И закладку нейроэндокринной системы, которая происходит в перинатальный период Ну, опять-таки, это психофизиология Это психофизиология В чистом виде Да Ну, можно так сказать, что да С сомотипологией сочетаются несколько методов И здорово, что они сейчас соединены И можно в одной профессии совместить много методов типирования человека Я об этом даже прочитала Да, в глазах Виктория в глазах прочитала примерно об этом Итак, сначала оценивают Параметры Параметры Дальше смотрим на что? Как правило, не всегда бывает очевиден один какой-то сомотип По телу иногда получается По телу, по параметрам тела на фото и по видео По тому, как человек поворачивается Как он говорит Обязательно мини-интервью с ответами на вопросы Иногда бывает подозрение на два На два-три сомотипа Вот, например, когда мы говорим про темперамент Мы тоже редко встречаем человека В чистом виде с хангвиникой или меланхолика Мы всегда говорим про смешанные варианты А здесь обязательно будет у тебя какой-то доминирующий Сомотип Я опять же возвращаюсь к тому, что является основой сомотипа Основой формирования сомотипа Это преобладающий гормон И с этим гормоном мы идем по жизни Хорошо, то есть получается, смотри Вот я сейчас немножко, да, такую занимаю позицию Что, ну вот я пришла, сдала там эти все анализы на гормоны Мне сказали, да, у вас высокий уровень тестостерона К примеру, там еще чего-то Или адреналин, да И я говорю, все, я теперь адреналинового сомотипа Сомотипа? Сомотипа Нет, нет, не так Еще раз повторю, что сомотип это то, с чем мы рождаемся А не с тем, что я в данный момент какой набор гормонов имею И на каком уровне они, да? Нет, нет Хорошо Это то, как складывается наша сущность в перинатальный период В перинатальный период, да? И с чем мы появляемся на свет Вот прямо в момент рождения Про детей я попозже, да, скажу Как уже у новорожденного ребенка можно это определить Отлично Второй этап прояснения сомотипа человека Это консультация Консультация с сомотипологом Где по методу коучинга через вопросы Специалист проясняет А каким был взрослый человек в детстве А что он любил То есть тоже копаемся в детстве Копаемся Расспрашиваем А какие поведенческие реакции были в детстве И как сейчас человек себя проявляет в жизни, да? И вот здесь выявляется разница Потому что по телу бывают люди очень похожие Адреналиновые бывают похожи на МСГ Или тиреоидные могут быть похожи с МСГ, например, да? Или еще какие-то пары возникают Но поведение совершенно разное Если, ну, опять же, упомянутые МСГ в детстве Это звезды-звезды Вот им нужно внимание Им нужно привлекать всяческих своих родителей И вовлекать их в какую-то деятельность, да? То похожие на них, скажем, тиреоидные Имеют совершенно другие мотивы в своем поведении Значит, и поведение другое, да? И поведение другое, оно похоже, но оно отличается И с обратной стороны, если мы возьмем некую травматику Да, область травматики То, допустим, непринятые с детства МСГ Задавлены, например, своими адреналиновыми родителями Или еще каким-нибудь типом, да? Они могут совершенно не проявляться Они могут быть тусклыми Они не сияют, как им вообще по природе своей положено Да, заряжать других людей Быть им примером Как солнышко сиять Они могут быть очень грустными И могут страдать от того, что в них вот эта грусть сидит И не знать причин, почему они не выбирают ту деятельность Которая им по самотипу вообще показана А, кстати, по поводу, по самотипу можно еще и выбрать в себе деятельность? Да Так Профессия для каждого самотипа тоже соответствующая Это как набор, да? Вот с вашими данными было бы неплохо забыть доктором, да? А с вашими художником, да? И человек сидит ни разу ни доктор, ни художник Нет, нет, такого не бывает Такого не бывает Такого не бывает на консультациях Потому что, во-первых, для каждого самотипа прописаны 4 категории профессий Где могут наилучшим образом проявляться черты И мы всегда говорим, а какое образование вот сейчас есть Какие интересы есть у этого человека Что уже проявилось И исходя из всего этого комплекса Говорим о том, кем лучше было бы работать, если человек приходит с запросом на профориентацию Или, допустим, вот часто мамочки уходят в декрет и понимают, что они не хотят возвращаться в ту деятельность Которой занимались И стоит вопрос, да, чем бы я могла еще заниматься, чтобы мне приносило, например, удовольствие, да? Да Ну вот интересная тема Есть ли вот это, например, направление, этот метод, да, использовать, опять-таки, при работе с подростками То есть получается, вот он такой еще, он сам еще не знает, какой он, да Это еще развивающиеся личности и развивающиеся тело Как здесь можно определить, какой ведущий самотип и какие есть предрасположенности? С подростками все так же, как со взрослыми, только немножко сложнее Насколько сложнее? Насколько сложнее, пока я не успела узнать, потому что у меня предстоит профориентация по детям Это продолжение базового обучения по самотипологии И в типировании детей берут тоже по определенной технологии Обязательно предварительная работа с родителями Предварительное интервью и максимум информации о том, как мама себя чувствовала А какие у нее проявлялись, может быть, несвойственные ей черты во время беременности Как проходила сама беременность с точки зрения здоровья Как проходили роды, было вспоможение, не было вспоможения, кесарево, некесарево и так далее Какие по продолжительности были роды Дальше, как ребенок... Ну, вообще, детей в типирование мы берем с трех лет С трех Ну да, раньше, наверное, сложно А вот интересно, есть такие исследования, что вот этот самотип передается по наследству? Есть какие-то такие уже данные? Да, вот буквально недавно у нас в чате ассоциации был об этом разговор И самотипологи делились тем, кем являются их родители Прямых взаимосвязей сейчас не выявлено в данный момент Потому что, например, вот у меня мама была типичная тиреоид Папа у меня был, как я сейчас понимаю, окситоциновый Сто процентов Я МСГ Ничего не унаследовала Я похожа внешне на маму, но у меня совершенно другое строение тела И поведение, и психология, вообще, отношение к жизни совершенно другая Имею право, да? Имею право быть другой, не похожей на маму и папу Вот, пожалуйста, кто-то утверждает, что 70% это наследственная информация, да? И опять же здесь, вот, если говорить про наследование Могут быть, и приводились примеры Мы делимся фотографиями, часто семейными, друг с другом Обогащаем друг друга знаниями в ассоциации Дети бывают очень внешне, по фенотипу похожи Да, иметь общий цвет волос, кожи, глаз Да, но это явно видно, вот, буквально фотография была позавчера, наверное, да? Дети очень похожи, примерно, там, примерно один возраст Где-то с небольшой разницей, близнецы были в том числе Вот про близнецев тоже интересная информация Но видно, что у одного носик курносенький И выражены надбровные дуги, а это признаки адреналинового типа У другого лицо уже в детстве Немножко такое вот грустенькое Печальненькое, это признак мелатонинового типа У третьего лицо чуть более вытянутое Это уже о другом самотипе нам говорит И я думаю, что по наследству передаются скорее Ну, опять, условно по наследству Поведенческие какие-то реакции, да? Вот если мы говорим про родительские сценарии Хорошо, мы остановились на том, что сначала, значит, у нас тело Потом поведение, да? И что является заключительным этапом? Или ещё там есть несколько этапов определения самотипа? Ну, это, собственно, само типирование Какая у нас игра слов сегодня, да? Само по себе типирование И третий этап – это заключение, которое выдаёт самотиполог Там примерно 18-19 может варьироваться, но минимум такое количество страниц И это заключение получает клиент на руки Он имеет возможность его читать, перечитывать Возвращаться к нему постоянно Потому что не у всех людей возникает реакция Вау, это я Это действительно я В заключении написаны и положительные характеристики И те, которые человек мог долгое время в себе не принимать Пытаться нивелировать Или за что-то долгое время получать, так сказать, шишки И иметь очень травматичный опыт за какие-то черты И вообще не признавать их в себе Получается, что это, в принципе, ещё один тип принятия информации Чуть глубже узнать себя, да? Да Кроме того, что вот там описан твой само тип Ещё, наверное, даются какие-то рекомендации Абсолютно верно, да Рекомендации, они звучат каким образом, вот примерно? Они звучат конкретно Сомотиполог всегда отталкивается от того, с каким запросом пришёл человек Запрос, естественно, как на любой психологической консультации То есть если это профориентация, да То тогда вы даёте рекомендации конкретно, что Вот было бы неплохо тебе попробовать себя здесь, здесь, здесь и в этом Вот у вас такой сумотип Ваша деятельность на данный момент подходит настолько-то, не настолько-то Что вам желательно сделать для того, чтобы она вам подходила больше Или куда вам желательно пойти Опять же, мы учитываем все параметры уже имеющиеся в человеке Не советуем ему ничего нереального какого-то, да Что он не может воплотить в жизни Летели бы вы в космос, да Да Мечтал в детстве, да, но не сложилось Обязательно рекомендация по развитию своей сущности То есть проявлению внутренних качеств, которыми человек появился на свет Обязательный пункт в заключении – это подсознательная ценность Которая тоже определяется в рамках сумотипологического исследования И сила Сила, которая в человеке сейчас работает В чем твоя сила, джедай, да? Вот в этом И оказывается, можно человеку об этом даже не думать Просто, пожалуйста, консультация у сомотиполога и все Можно не знать об этом совершенно Даже не подозревать? Но когда я со своим куратором проходила типирование Я уже знала, что у меня МСГ, это 100%, я уже проявилась на свет Но когда мы говорили о силе, данной моему телу Я говорю, а, так вот почему, когда я делаю то-то, то-то Сейчас не буду конкретно говорить, что Во мне как будто силы удваиваются Я понимаю, что другое состояние пришло Она говорит, да, сила работает именно так Вот тена Как же мы до этого жили? Не знаю, где наша точка силы На ощупь Интуитивно, да, скорее всего Ты понимаешь, Надя, время Очень дорого время сейчас И так хочется оптимизировать движение Когда мы с тобой изучали всевозможные материалы У нас не было интернета У нас были книги У нас были какие-то курсы Я не знаю, Мир Закаримин Арбеков И еще кто-то У нас был транссерфинг реальности, допустим И какой-то очень-очень долгий метод Долгий поиск себя Сейчас жизнь ускорилась значительно Сейчас, мне кажется, даже уже люди-старшеклассники Вот я работаю с ребятами, да, старшеклассники Они уже знают о себе намного больше Чем мы знали в их возрасте Конечно Они сейчас уже изучают себя Начиная с начального звена Знают свои сильные стороны Знают свой психотип Они знают столько всего Я говорю, ребята, перед вами весь мир открыт Хорошо, идем дальше Давай попробуем рассмотреть Вот сомотипологию С точки зрения взаимоотношений в семье Как это помогает тебе выстраивать отношения С противоположным полом и с детьми Давай не про меня Хорошо Я лучше расскажу про те пары Или про тех женщин Пока ко мне пары не обращаются Это тоже зона роста Это передел Предстоит мне еще вот эта специализация Но когда приходят женщины И озвучивают вопрос с позиции Я хочу, чтобы он Ты знаешь, о чем это, да? Кроме возвращения ответственности За собственные поступки Я еще иногда задаю наводящие вопросы А вот это, это, это Вот поведение какое у мужа А выглядит он так-то, так-то Это, конечно, не большая вероятность Попадания в то русло, в которое нужно Но какие-то уже Какие-то уже мысли Какое-то понимание К тому, что вот передо мной Есть конкретный человек И у него есть только зеленые яблоки Я не могу ждать от него красных Да? Как бы я ни это упала ногами И не кричала И как бы я ни требовала Да, ведь как бывает у нас, у людей У всех без исключения Мы очаровываемся какой-то Конкретной стороной личности Когда встречаем И она наиболее актуальна для нас Вот на момент встречи Ну, потому что она закрывает Какую-то мою потребность Абсолютно Да Если, допустим, это адреналиновый мужчина Ну, что-то у меня сегодня тема Хорошо, хорошо Адреналиновых Любим мы адреналиновых мужчин Потому что Давай То может очаровать вот эта готовность к действию Активность какая-то Да? Но со временем В семейной жизни Его Постоянный тонус И В лучшем случае Вот если мужчина знает Что он адреналиновый И ему надо очень много двигаться Да Переводить Утилизировать в мышцах адреналин То это хорошо Если же он этого не делает Он переходит В негативную брюзжалку Да? Да И он прям становится дома тираном Если не знает об этой своей особенности И женщине, которая с ним Непонятно, что происходит С этим мужчиной И как с ним взаимодействовать Особенно, если, например, она Ну, скажем Мелатониновая Мягкая, нежная И вот его когда-то покоряло В ней А теперь это так все бесит Раздражает Это облачность Да? Она его балансировала Она была приятная Но к тому же Эта женщина наделена Способностью Вот Замечать детали И даже Некоторой Педантичностью Да? Если вот Мужчина адреналиновый Заточен на действие А женщина Мелатониновая На то, чтобы постоянно Обволакивать То им может быть дискомфортно В этом взаимодействии На каком-то этапе Да? Но не на первом Когда они друг другу Закрывали вот эти самые Базовые такие потребности При взаимоотношениях Да? Да И прояснить вопрос Что, ребят, вам не надо разводиться Вам нужно просто понять Какие вы И какие у вас На данный момент Потребности Можно, наверное, с помощью Традиционной психологической Консультации Да? Но Можно и с помощью Сомотипологии Просто увидеть Полностью портрет Своего партнера И понять Что Нет Никто никого не может Переделать И даже самих себя Вот у меня сразу же Такой возникает вопрос А У этой методики Есть у нас Коррекционные какие-то программы Ну, то есть Вот мы сейчас Изучили Себя Своего партнера А дальше Какой инструментарий Чтобы Скорректировать Чтобы нам Все-таки Не просто я с этими знаниями Не знаю теперь Куда деваться А каким-то образом Начинать Там Я выполняю эти упражнения Там Я не знаю Делаю Вот это Вот это Вот это И будет мне счастье Даже с моим Адреналиновым мужем Отличный вопрос Надя Это как раз Один из пунктов Заключения В конце Мы всегда Даем Рекомендации По тому Как сейчас Быть самим собой Как балансировать А, прежде всего Самим собой Да Конечно Как быть Вот Со своими А то есть сразу же Хочется Знаешь Вторую половинку Тут сразу же Начинать корректировать Получается Что надо тогда Если в паре То запрос На отношения Между мужчиной И женщиной То тогда получается Вот ты вот можешь Со мной мелатониновой Делать Вот Вот то-то-то И я это принимаю А вот ты сам С собой Вот то-то-то Или наоборот Исключительно Это только зона Твоей ответственности То есть Ты сам С собой Там сама 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 А ты там Сам 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 Да И глядишь Будет нам счастье Ответ уже содержится В вопросе Серьезно? То есть Никак повлиять На другого человека Мы все-таки Да В этой методике Мы не можем Ну традиционно Как в психологии Мы можем работать Только с самими собой Или что-то узнать Про партнера И принять это Вот Когда это Основание Вполне себе Соизмеримое И четкое Да Которое в руках есть Уже Да Его можно прочитать И увидеть Что это система Другой человек Тоже система Я не могу Вторгаться в эту систему Я не могу Ничего там менять Только он сам В самом конце Может ли человек Сам себе Поставить Образно говоря Самотип Да-да-да Это мой тип И я теперь все знаю Ведь столько информации В интернете Обо всем об этом Могу ли я сам себе Поставить диагноз И выписать лечение Очень хороший вопрос У нас мало времени Да Это самый распространенный Самый распространенный Вид типирования сейчас Самотипология Так же как и с психологической Точки зрения Начитаться материалов В интернете К счастью Или к сожалению Не знаю Они доступны Но самотипирование Может завести В тупик Потому что человек Читает определение Какого-то сомотипа И ему нравится Ему хочется быть Но на самом деле Внутри он другой Он понимает Что под этой личиной Которая сейчас Описана Он будет максимально Принят другим Человеком И обществом Целиком Но сердцевину Мы никогда не узнаем То есть Видно все-таки На расстоянии Да Конечно Сущность Видна на расстоянии Конечно Спасибо большое Это у нас Программа Практической психологии Сегодня Сегодня мы говорили О самотипологии Сомотипологии Не занимайтесь Самотипологией И об этом Нам сегодня Рассказывала Виктория Масленникова Певица Коуч Стренер по развитию Голоса И Сомотиполог Вика Спасибо большое Было очень интересно Спасибо Мне тоже очень интересно До встречи Всего доброго Практическая психология